У него в дворце спорта имени Ивана Ерыгина начался первый день международного турнира по вольной и женской борьбе. В 6 часов вечера состоялась церемония торжественного открытия турнира. После Олимпиады и Чемпионата мира это самые престижные соревнования в мире борцов вольного стиля. В нынешнем году турнир станет своеобразным тестом для участников Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В состязаниях примут участие сильнейшие вольники, более 300 атлетов из 16 стран, в том числе и 26 спортсменов из Красноярского края. Судить будут более 30 российских судей и порядка 12 зарубежных. Среди арбитров есть и судьи олимпийской категории. В 10 часов утра прошли схватки в 4 веселых категориях у женщин и в 2 у мужчин. Нынешний турнир будет серьезной проверкой сил перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. Напряженно работать, терять сознание на тренировках и не жалеть себя во время тренировочных схваток. Это условие непременно и обязательно для всех, кто хочет достичь хоть чего-то, а для тех, кто хочет представлять сборную команду сильнейшей державы милок в Российской Федерации. Это одно из обстоятельств, которое позволяет занять место в команде. Добавим, что для обеспечения безопасности спортсменов и зрителей международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин в серии Гран-при Иван Ерыгин привлечены полицейские и сотрудники ДПС Края. Так, еще накануне здание Дворца спорта проверили кинологи, а в течение трех дней, пока проходит турнир, всех зрителей на входе будут проверять с помощью металлоискателя. А тех, кто находится в состоянии опьянения, не пустят на трибуны. Также перед Дворцом спорта установлены металлические ограждения, чтобы упорядочить автомобильные движения в районе острова отдыха.